Добрый день, уважаемые коллеги! Я вас поздравляю с открытием «Белых ночей». Это всегда большая радость. Хотелось бы быть там, но будем там, где мы есть. Итак, мы говорим о лечении и профилактике дерматологических осложнений. Я начинаю с того, что все знают очень хорошо, это алопеция как временное осложнение химиотерапии. Она является аногенной, то есть происходит острое выпадение волос, находящихся в фазе роста, и обычно происходит на третьей неделе от начала химиотерапии. Другие волосы повреждаются гораздо реже, и ряд пациентов могут использовать болезненность кожи волосистой части головы. Отрастающие волосы могут отличаться по цвету или структуре. Обычно они вьющиеся, и в свое время наши итальянские коллеги это назвали адриомициновый перманент. В наших рекомендациях мы даем частоту развития алопеции при монотерапии различными противобухолевыми препаратами. То есть до начала терапии вы имеете возможность обсудить с вашими пациентами, какой режим терапии для них возит более, с высокой частотой алопеции, какой менее. Алопеция различается первой и второй степени, и самое главное – это возможность замаскировать потерю волос или невозможность выпадения менее или более 50% волос. Почему мы вынесли этот вопрос с самого начала этой презентации? Потому что очень много вопросов по поводу холодового шлема. Холодовой шлем в ряде исследований было показано, что у 70% пациенток с диагнозом рак молочной железы при проведении адъювантной терапии шлем показал высокую эффективность, и женщины потеряли менее чем половину волос. В другом небольшом исследовании было также показано, что потеря волос была значительно меньше, и ее можно было замаскировать. И эти данные были опубликованы и доложены в 2016 году на ЭСМО в Копенгагене. Одновременно с этим есть как бы и другая сторона вопроса, публикация, которая показала, что у ряда пациентов развиваются холодовые термические повреждения кожи, а не первой и второй степени тяжести, но оно потребовало дополнительного отдельного лечения к отмене использования холодового шлема, и даже у трех пациенток от холодового шлема возникла стойкая необратимая лапицея первой степени. Поэтому наши, например, немецкие коллеги в своих рекомендациях, они поставили очень осторожную такую пометку, что не рекомендовано, но и не не рекомендовано, что это может быть назначено после оценки риска и пользы. Это вот один у нас такая одна проблема, за которой мы, собственно говоря, сегодня будем обсуждать. Вторая наша проблема – это кожная токсичность таргетной терапии. Мы все хорошо знаем, что воздействие на конкретную мишень – это чаще всего рецепторы, находящиеся на поверхности клеток. И, с одной стороны, таргетная терапия должна обладать низкой токсичностью, но при этом ингибиторы ИДЖИФР влияют на рецепторы ИДЖИФР, находящиеся прежде всего в клетках кожи, повреждают кератиноциты, и затем присоединяется инфекция, и происходит сначала ранняя кожная токсичность в виде истончения кожи, развития папул, пустул, а затем более позднее изменение ногтей, волос – это поздняя кожная токсичность. Сыт при назначении ингибиторов ИДЖИФР – это фолликулит без каких-либо особенностей. При этом папула – она без жидкого содержимого, и пустула – она с гнойным содержимым. Наиболее частая локализация – лицо, волосистая часть головы и тулыща. При этом, если посмотреть, то это класс ассоциированный побочный эффект, и, например, при таких препаратах, как цитоксимаб и панитамумаб, частота возникновения акноподобной сыпи, которая отличается от акне, и мы для этого ведем очень большую просветительскую работу среди дерматологов, она до 90%. Другие препараты, такие как ирлотиниб, гифетиниб, афотиниб, у них эта частота развития сыпи, она значительно меньше. Вообще говоря о видах токсичности, мы даем классификацию классическую. Это акнеформы дерматит или акноподобная сыпь, сухость кожи, изменение пигментации, суперинфекции, паранихии, трихомегалии, гипертрихоз и аллопиция. И при этом было доказано в большом количестве исследований, одно из которых я сейчас демонстрирую, что сочетание химиотерапии с анти-ДЖФР увеличивает токсичность, в том числе и частоту развития угреподобной или акноподобной сыпи. Говоря об акноподобной сыпи, она возникает вначале, затем пациента догоняют ксироз, и позже уже развиваются паранихии. Очень важный момент, что после прекращения терапии все эти проявления как бы в обратном порядке стихают. И у дерматолога, к которому пациенты могут обращаться вне наших консультаций, есть такое желание отменить эту такую тяжелую, вызывающую побочные эффекты терапии, а отменять ее нельзя. Степень и выраженность акноподобной сыпи мы по-прежнему рекомендуем оценивать по классическим критериям, которые сейчас пользуются все химиотерапевты, четырех степеней. И в зависимости от площади поражения тела сопровождается или не сопровождается зудом и ограничение ежедневной активности. Вот здесь очень хорошо видно первая степень – начальная форма, малые проявления, второй степень – уже с появлением пустулы, большие площади, и третья степень, которая явно значительно осложняет жизнь пациента. При этом существует доказанная степень, доказанная связь между выраженностью кожной токсичности и выживаемостью без прогрессирования при колоректальном раке при анти-ИДЖИФР-терапии. Что важно, что было доказано, что это в различных исследованиях, это было прослежено как для цитоксимаба, так и для понитамумаба. Единственное исследование по профилактике, на основании которого, в том числе, мы даем нашу рекомендацию профилактики, это исследование СТЭ. В чем оно заключалось? В том, что больным колоректальным раком одной группе назначали профилактическое лечение сразу же, с первого дня лечения ингибиторами ДЖИФР, а у других была так называемая реактивная терапия. Сначала появились проявления, потом мы начали их лечить. Что же оказалось? Что профилактическая терапия, она откладывала частоту и время развития кожной токсичности более второй степени. То есть у пациентов была кожная токсичность, но она была слабо выражена. Причем она, частота развития кожной токсичности была в два раза меньше в группе профилактики. Именно выводы данного исследования, собственно говоря, и легли в большинство клинических рекомендаций по профилактике кожной токсичности для пациентов, которые получают ингибиторы ДЖИФР. И в том числе во все эти исследования входит какой-либо антибиотик. Вот метаанализ 12 исследований, посмотрите, или миноциклин, или цетрациклинового ряда, или доксоциклин, все они показали важность в пользу антибиотиков по поводу развития частоты кожной токсичности. Кто же назначает первичную медикаментозную профилактику накануне или в день введения первого таргетного препарата? Ее назначает врач-онколог. Цель ее предупреждения и профилактика именно кожных симптомов. Что мы рекомендуем пациентам? Это ограничение воды, масло для душа вместо мыла, утром наносить на кожу солнцезащитный крем, увлажняющий крем, гидрокортизоновая мазь 1% на лицо, тонким слоем 1 раз в день. И вот, наверное, наш камень прикновения, доксоциклин 100 мг в сутки. Посмотрите, на сайте Ростонковеба мы сделали в разделе библиотека, в подразделе пациентам, памятку для пациентов, получающие анти-GFR препараты, как ухаживать за кожей. И в наших рекомендациях, вот то, что я сейчас сказала, все это прописано. И вот, посмотрите, доксоциклин 100 мг один раз в сутки длительно мы рекомендуем. Важно, что у доксоциклина при этом он выступает не только как антибиотик, а как препарат противовоспалительный. 100 мг – это маленькая доза, которая может многомесячно, ежедневно переноситься пациентам. В том случае, если развивается уже токсичность, то в этом случае реактивная терапия начинается при появлении симптомов на фоне лечения. Основные принципы – это увлажняющие средства, местные антисептики, антибактериальные средства, системные антибиотики. При этом я призываю при развитии токсичности третьей степени подключать ассоциированного драматолога. По рекомендации акноформного драматита у нас очень подробно расписаны препараты, я не буду на них останавливаться. Я бы только хотела сказать, что мы в наши рекомендации внесли, если это комплексный препарат, то можно внести полностью этот комплексный препарат, так как он написан, в поисковую строку браузера, и тогда может появиться торговое название, поскольку внести торговое название в рекомендации мы, естественно, не могли. Таким образом, профилактика и симптоматическое лечение симптомов кожной токсичности необходимы для сохранения эффективности и противопухолевого эффекта ингибиторов и GFR и минимизации негативного влияния со стороны кожных покровов на качество жизни пациентов. И в большинстве случаев можно коррегировать кожную токсичность без редукции дозы или отмены анти-GFR терапии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...